В новогодние праздники работа по соблюдению всех мер безопасности продолжится. Глава Самары Елена Лапушкина на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом обсудила это с главами районов и руководителями всех городских служб. Несмотря на долгие выходные дни, для нас эти дни не являются выходными ни для нас, ни для наших сотрудников. Мы должны это со всей ответственностью понимать. Ежедневно в каждом районе Самары будут вести контроль за пациентами с COVID-19, которые лечатся на дому. Как они соблюдают карантин, проследят управляющие микрорайонами. У нас управляющие микрорайоном знают, что они должны осуществлять эти меры. На своде у нас занимается, соответственно, этим главный специалист по безопасности. То есть он ежедневно все это сводит в реестр. Управляющие микрорайоном проводят либо очный обход, либо обзвон по телефонам. Регулярно будут дезинфицировать подъезды и общественный транспорт, который в новогодние праздники будет ходить по режиму выходного дня. Все праздники мы работаем по режиму выходного дня. Там единственное изменение мы 31 до 23.00 все виды транспорта, а все остальное у нас без изменений. В транспорте и общественных местах по-прежнему будут проводить рейды по соблюдению масочного режима, а также по выявлению несовершеннолетних, которые находятся в торговых центрах без сопровождения взрослых. Массовые мероприятия в праздничные дни проходить не будут. Гражданам старше 65 лет рекомендуют больше находиться дома, гулять на свежем воздухе и не посещать места скопления людей. В праздничные дни также помогать гражданам и принимать заявки на продукты и лекарства будут добровольцы. С 1 по 3 января дежурные, а с 4 января волонтерский штаб возобновит работу в полном объеме. Волонтеры будут дежурить ежедневно, поэтому всю необходимую помощь самарцам окажут вовремя. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События.